В Киеве вот уже более полувека работает библиотека имени Жамбыла Жабаева. Книга-хранилище сохранила название великого казахского поэта с ноября 1963 года. Сейчас там насчитывается больше 30 тысяч книг и около 100 экземпляров литературы казахских авторов. Аида Кадырбай рассказывает. Библиотека имени Жамбыла Жабаева готовится к юбилею. Через месяц старейшему книгу-хранилищу в Киеве исполняется 55 лет. Казахстан существует себя здесь как дома. Знакомые юрта, дом бра и больше 100 произведений великих авторов страны. Поэты Жамбыла Жабаева, Абая, писатели Мухтара Уэзова и Урал Хамбукей. Из современных авторов можно встретить книги Гожа Сосулейменова. Особое место в библиотеке занимает и книги, написанные президентом Казахстана Нашултаном Назарбаевым. А сейчас при библиотеке работает клуб по изучению казахского языка. Сейчас при библиотеке существует клуб по изучению казахского языка, который посещают не только представители казахской диаспоры, но и наши читатели, которые когда-то были в Казахстане. Недавно нам посольство подарило, потому что у нас почти не было литературы по казахскому языку, они подарили нам больше 30 книг. Но фонд библиотеки не только книги. Здесь выставлены картины знаменитого Абулхана Хастеева. Транслируется фильм про Экспа 2017. Играет казахская музыка. Когда есть время, я часто прихожу в библиотеку. Каждый раз что-то новое открываю для себя. Вот в этот раз я увидел интересные картины казахских художников и открыл для себя красивую природу и культуру. Если будет возможность, поеду обязательно в эту страну. И хотелось бы посмотреть на всю эту красоту вживую. Опеку над библиотекой взяли не только сотрудники казахстанского посольства, но и бизнесмены, которые скучают по родине. Библиотека в Киеве держит контакт с коллегами из Казахстана, которые передают казахскую литературу в Украину. В честь 55-летия здесь будет звучать думбра и казахская речь. Дети прочитают стихи Жамбула Жабаева, знакомы с его творчеством украинцев разных поколений. Аида Ходрова и Михаил Мищенко. Итоги дня Украина.